Здравствуйте, уважаемые студенты! Решил я записать свою версию лекций на основе этого сайта HaskellMook. Мook это в целом переводится как среда для удаленного обучения. Почему именно свою версию? Потому что, во-первых, я не нашел на русском языке лекций. Вот это первое. Второе. Именно по этому HaskellMook, выпущенному в университете Хельсинки. Значит, в интернете есть лекции на корейском языке, если нужно. Ссылку я не буду ставить, она очень просто находится. Вот. Почему именно этот сайт я выбрал в качестве основного? Ну, потому что он, например, позволил мне лично изучить Haskell где-то за полтора месяца. Понятно, что я до этого кое-что знал. Но меня интересовала вот эта вторая часть, которая достаточно сложная. Где активно очень используются так называемые классы типов. Вот. Я, наверное, в этом году не буду записывать лекции из этой части. Но я думаю, что кто первый пройдет и к тому, кого все-таки останется интересным или выработается интерес к этому очень интересному языку программирования, думаю, вы сами его изучите. С таким же удовольствием, как это сделал я. Ну, давайте начнем. Ну, первый вопрос, который задают при изучении языка функционального программирования. И, собственно, я когда-то его сам себе задавал. Значит, так получилось, что я изучал языки функционального программирования довольно поздно. Первое моё знакомство было язык программирования автолисп в автокаде. Значит, система автокад версии 10.11 реализована была в DOS, Disk Operating System, где на машинах 640 кБ-1 МБ оперативной памяти. Вы представляете, как сложно было сделать разработчикам автокада, то есть запихать в этот маленький объем памяти систему автоматизации проектирования. На автокаде разрабатывали элементы Боинга в том числе, вот той самой версии. Вот и для операций некоторых повторяющихся, для реализации некоторых повторяющихся операций, значит, в него встроили язык автолисп. Я, когда учился в Иркутском политехе, Иркутский государственный технический университет, ныне это Иркутский национальный исследовательский государственный технический университет, я неправильно переставил там слова некоторые, но суть от этого не меняется. На автолиспе я разработал как бы пакет для автокада для рисования качественных блочных диаграмм. То есть, в отличие от Vizio, который позже появился, там именно было практически полное соответствие ГОСТу, возможность рисовать эти диаграммы быстро. Вот это первое. Второе. Исторически сложилось так, что когда я работал над системой автоматического доказательства Диарем, я попробовал реализовать очередную версию на языке Camel. Его тоже можете найти. То есть, если мы возьмем сайт Learn X in Y Minutes, вы можете эти все языки примерно с ними познакомиться. Например, найдем этот Camel, объектив Camel. Ну, Camel называется. То есть, он разработан во Франции, и более-менее у меня там все начало получаться, но, к сожалению, в один прекрасный момент я просто перестал понимать, что выдает в качестве ошибок этот язык программирования. В настоящее время развитием этого языка стал язык F-sharp от Microsoft, да? Достаточно интересная штука. Но там тоже свои особенности, то есть, там много всего взятого из Дотнета. То есть, если непосредственно хочется оставаться в рамках функционального языка программирования, но программировать более-менее в практическом смысле, с использованием уже существующих библиотек, реализованных на других поддерживаемых Дотнетом программных технологиях, да, то имеет смысл, что же в F-sharp посмотреть. Вот, собственно, почему именно Haskell? Значит, вот все функциональные языки можно поделить на такие две группы. Первая — это неотипизированные, то есть, где тип данных можно... То есть, любые данные можно поставить практически в любой параметр, и в зависимости от того, какая функция будет запущена, или, там, стандартная форма, ну, в технологии языка LISP, то может либо произойти исключительная ситуация, когда мы не можем выполнять определенную операцию над аргументами, либо мы в процессе выполнения операции можем проводить динамическую проверку типа. Это подход, который реализован в LISP. Ну, известно очень давно, то есть, язык в 60-х годов развивается, LISP. И это по поводу функционального программирования вообще. То есть, есть компиляторы языка LISP, которые работают всего на 10% медленнее, чем аналогично программы на языке C. Но вот первое, что говорят про функциональные языки, то, что эти языки очень высокого уровня. То есть, они, например, не позволяют работать, непосредственно с аппаратурой на компьютер, да? То есть, на нем пишут программы, грубо говоря, для людей, да? В большей степени, чем для операционных систем. Вот второе направление – это строго типизированные языки, к которым вот OCaml относится, да? Вообще, это класс ML, MetaLanguage. Их ML разрабатывали в Америке для как раз решения задач автоматизации логического вывода. И вот язык ML предполагалось, что он, и на нем, в принципе, да, реализованы несколько систем автоматического выводства Теорем. Потом оказалось, что сами по себе эти языки функциональные, их можно усовершенствовать и довести, так сказать, до ума, так, чтобы на них можно было программировать уже конкретные приложения. Вот есть специализированные функциональные языки, например, Erlang, Elixir. Разработан, например, Erlang в компании Ericsson, там он и Sony Ericsson еще одно время был. Отличается он от других функциональных языков тем, что когда вы функцию вызываете, создается легковесный процесс. То есть это не просто, так сказать, переход, да, куда-то там, вычисление или интерпретация какой-то под программой, а еще она делается в отдельном процессе. И если вдруг этот процесс разрушается, ну, по каким-то причинам, скажем, деление на ноль, там еще что-то, то в принципе вся остальная система работает. И вот на этом Erlang писали прошивки даже. Ну, самый известный проект на Erlang, это сервер протокола XMPP eJabberD. Много еще интересного. А, ну, этот еще RapidMessageQ еще. Rapid. Тоже на Erlang написан. Насколько я помню. Ну, короче говоря, вот еще одно направление, то есть строго типизированных языков. Так вот, Haskell это наиболее продвинутый такой вариант строгой типизации. То есть если вот взять язык программирования, на котором до текущего момента я очень любил программировать это Python, то есть вы можете быстро написать код, он начнет работать, но, грубо говоря, очень трудно сказать, что вот данный кусок, какой-то конкретный, да, кусок программы, он, вероятно, будет работать правильно. То есть вы можете там запустить тысячу раз свою программу, да, и вот в этот какой-то конкретный блок он не попадет. То есть вы там не сможете проверить, есть там ошибка или нет. Потому что основной способ проверки на ошибки программы на Python, это, собственно, запуск самой программы, да. В случае, если возникает попытка выполнения какой-то операции с недопустимыми аргументами, там по типу, например, то возникает исключительная ситуация. Ну, как правило, программа просто выходит. То есть всякий раз, когда вы программу запускаете, находите ошибку, исправляете, основную запускаете, то есть тратится время на то, что вы постоянно запускаете одну и ту же программу. Значит, одним из способов усовершенствования этого подхода – это использование тестов. То есть вы пишете тесты, и всякий раз, когда все тесты прошли, ну, предполагается, что все ошибки исправлены. То есть чем больше тестов вы для программы напишете, разнообразных, без повторений, да, по сути, то вероятнее всего вы, собственно, в конечном счете разработаете более надежные программы с минимальным количеством ошибок. И перед тем, как добавлять в эту программу какую-то новую функцию, новую конкретную вещь, которую она там будет выполнять, для нее пишется тест. Вот в Haskell'е подход, соответственно, наоборот. То есть вы не сможете скомпилировать программу, если программа не будет удовлетворять ограничениям по типам данных. И в процентах 70 случаев всегда получается так, что очень много времени тратится, ну, вследствие того, что, скажем, программист еще неопытный. Например, ну, я в качестве примера выбираю себя, да, очень много времени тратится на то, чтобы скомпилировать программу, но если вдруг она скомпилировалась, то, скорее всего, она будет работать правильно. Ну, в том объеме реализованной функциональности, которая к настоящему моменту в программе имеется. И по времени вот это примерно занимает столько же времени, сколько вы выполняли процедуру прогонки программы на Пайтоне. Но при этом, в случае строгой типизации, у вас еще есть инструмент, который в некоторой степени гарантирует выполнения кода, то есть в тех кусков кода, которые редко запускаются. Ну, то есть были недостижимы, например, при прогонах. Есть еще много интересных свойств, которые, я говорю, в Пайтоне, например, не встречаются. Почему я с Пайтоном сравниваю? Потому что из практических соображений, да, вот кажется, что... Ну, что там, я на программу на Пайтоне написал какую-то, да, для людей. Она заработала, отдал там, люди порадовались. Но, как правило, любая полезная программа, которую используют люди, она развивается. И вот, чтобы не терять контроль над развитием программы, надо, чтобы было как можно больше ограничений, при программировании. Вот Haskell – это как раз один из таких языков. Значит, ну, некоторые недостатки, конечно, есть в использовании Haskell. Я так сразу с минусов. Значит, ну, первое – это не очень много там библиотек, но их количество постоянно увеличивается. Вот, собственно, наверное, одно, один главный недостаток. То есть у него есть возможность, ну, если для... С практической точки зрения. Значит, есть в Haskell специальные методы поддержания консистентности проекта, да, в том числе надежные способы скомпилировать конкретную версию в конкретной среде конкретного продукта. Вот. То есть есть специальные системы сборки проектов, уже достаточно хорошо реализующие эту функцию. Это первое. Второе – программа на языке с Haskell, несмотря на то, что он язык ленивый, да, лызий, и там можно кое-что править в процессе выполнения. Но если писать программу такую, чтобы она сама себя не меняла, то такую программу можно скомпилировать, и она будет работать достаточно быстро. Ну, тоже примерно, я так буду, может быть, не совсем правильно скажу, но процентов 10 накладных расходов, конечно, есть по сравнению с языком C. То есть C – язык системного программирования, практически в один в один. Ну, и там одна инструкция, одна конструкция языка C, она где-то в 3-4 инструкции микропроцессора переводится. Вот. Но опять же, Haskell – это язык более высокого уровня, чем C. Если посмотреть, например, различные реализации типичных программ, которые обычно программистер реализует, например, веб-серверы или там трансляторы, то Haskell-ные варианты, они, как правило, работают буквально на порядок быстрее, или даже на два порядка быстрее, связки, например, Nginx, ну, это один из самых быстрых серверов, и какой-нибудь там, ну, PHP, конечно, в большей степени интерпретируемый язык, ну, скажем, Nginx плюс C плюс плюс, например, или Nginx плюс C. То есть сервер Haskell каким образом реализуется? То есть у вас уже есть библиотека для разработки серверов, да, ну, это тип вот этого Nginx, и вы к нему просто, ну, прикручиваете дополнительные функции. То есть у вас получается монолитный сервер, который, ну, грубо говоря, мгновенно реагирует на запросы. А если, опять же, реализовывать популярный в настоящее время подход микросервисов, то вы просто на Haskell микросервис реализуете, он работает очень быстро, занимает не так много памяти. Вот, и, соответственно, платить за сервер, хранящий данную функцию, тоже меньше надо. и следующий положительный момент, сейчас это язык Haskell, используется в большинстве европейских вузах обучению программированию. Вот в Иркутске как-то приезжала девушка из университета Киль, это было очень давно, где-то в середине девяностых. Я ей задавал там несколько вопросов по поводу того, как вас там обучают программированию. Она сказала, что в качестве первого языка программирования используется Haskell. Я так думаю, ну и человеки крутые, что в Европе, в смысле, в Америке обычно используют язык Java. Ну, Java, в принципе, он везде, так скажем, светится, как первый язык программирования, но, скажем, для математиков Java это что-то такое, не совсем постижимое. То есть я, например, по душе программиста математики, они страдают, когда программировать пытаются на Java. То есть там много разных конструкций, вот математик, он привык мыслить абстрактно и не совсем понятно, зачем вот эти какие-то дополнительные накладные расходы на суть того, что в алгоритме там представлено. И часть вузов, например, МИД там некоторые, скажем, институты и ну и другие используют листоподобные языки, например, схему, да, как раз для обучения программирования. Почему? Потому что языки функционального они очень-очень так сказать удобные и хорошо понимаемые математиками. То есть если вы математик, то Haskell значит, естественно, для вас, для программиста. то есть вы будете реально получать удовольствие от программирования на этом языке. Если вы программист, то вы можете смотреть на изучение Haskell'я как способ реорганизации мышления своего программистка. То есть если программу на языке писать в стиле Haskell'я, то первое, что приходит на ум, функциональный стиль программы на языке позволит системе оптимизации более эффективные в результате код генерировать. Например, второе, вы когда будете писать программу, она будет более человеческая, то есть там будет меньше циклов, больше рекурсий. Ну, много чего там интересного можно сделать. Но опять же, вот если опять же си и Haskell сравнивать, да, вот, например, свойства ленивых вычислений в си, оно, ну, оно реализуемое, но для этого нужно его специально реализовывать, а в Haskell'е оно уже есть. Ладно, я, наверное, закончу восхваление этого языка и, скажем, моего, от него впечатления, когда я в мае 23-го года его начиналась изучать вот по этому курсу из Хенсельки. Вот, мы перейдем, собственно, к самому языку. Это будет в следующей лекции. Спасибо за внимание. в следующей лекции. В следующей лекции. Продолжение следует...